Здравствуйте, меня зовут Ольга Штерн, я психолог-сексолог и хочу с вами сегодня поговорить о главных ошибках, которые женщины совершают в интимной области Ванечка, Петенька, Мишенька, а нравится вообще происходящее или нет? Что если это любовь, всегда, везде возьмет и выпрыгнет Конечно, как сексолог я получаю огромное количество обратной связи От всех участников интимного процесса женщины со мной чем-то делятся Мужчины могут слегка жаловаться на своих женщин и рассказывать, что идет не так или складывается не тем образом, как они хотели И отсюда я уже могу делать определенные выводы, что же мы, женщины, периодически творим в интимных отношениях и как это влияет на эти самые интимные отношения Не забывайте подписываться на наш канал, потому что здесь много чего интересного и полезного Для этого ставьте на колокольчик, а также пишите в комментариях, какие из озвученных ошибок вы совершали в своей жизни Либо, может быть, какие-то ошибки я не назвала И поделитесь своим опытом, что стало критичным в ваших интимных отношениях Что повлияло на развитие этих самых отношений На самом деле, про женские ошибки, в принципе, как и про мужские, можно говорить бесконечно долго Наверное, не существует какого-то идеального человека, который всегда, везде, особенно в интимной области был безупречен и не делал ошибок Поэтому, пожалуйста, если вы какие-то моменты заметите в себе не думаете, что вы какие-то не такие, что с вами что-то не так С вами все так, мы имеем право ошибаться И самое классное в ошибках, если вы у себя их находите Это как раз тот факт, что вы у себя эти самые ошибки находите Потому что одно дело, когда вы живете и продолжаете делать эти ошибки и не знаете об этом А другое дело, когда вы все-таки можете, поняв, что вы что-то делали не так В последствии это изменить, и это намного лучше Поэтому, если что-то вы обнаруживаете, пожалуйста, пожалуйста, не расстраивайтесь Первое, о чем я хочу сказать, это отсутствие нормальной эротической коммуникации в паре Эту ошибку можно отнести не только к женской, но и к мужской Когда мы думаем, что если это любовь, то это все должно произойти само Когда мы предполагаем, что партнер с полуслова, с полунамека взглядом в наш третий глаз поймет, что нам что-то не нравится Или наоборот, что мы чего-то хотим, а потом мы такие берем и обижаемся Что ж ты не понял по моему взгляду и движению левого мизинца, что я это хотела и на это тебе намекала И после этого начинаем обижаться, выносить мозг и так далее Но так не работает Если вам что-то нравится, либо если вам что-то не нравится, это очень важно озвучивать Также безумно-безумно важно, в принципе, обсуждать свои фантазии, свои желания, свой диапазон приемлемости То есть это тот набор эротических действий, которые вы приветствуете в своих интимных отношениях Или наоборот, не приветствуете в своих интимных отношениях Партнер по умолчанию не понимает, что же у вас в голове И это важно выносить, и это важно обсуждать Особенно в такой деликатной теме, как интимные взаимоотношения Потому что все-таки эта тема стыдная до сих пор, неловкая до сих пор И как бы неудобно было бы эту тему обсуждать, пожалуйста, обсуждайте Потому что если вы это делать не будете, вы себя лишите огромнейшего пласта удовольствия Вы как будто сами у себя украдете какой-то вкусный пряник А сейчас вы, например, можете только слышать его запах А другое дело, когда вы начнете обсуждать ваши интимные отношения Опять же обсуждать в позитивном ключе Обсуждать из я-позиции То есть не когда ты говоришь Ты такой-сякой, ты это не делаешь с тобой так, не так, то, не так Когда ты говоришь, знаешь, я вот это чувствую, я вот это хочу У меня вот такая фантазия Я всегда хотела это попробовать Вот если мы обсуждаем в позитивном ключе и из я-позицию То это может принести к совершенно взрывному росту качества ваших интимных отношений Следующий момент, огромный пласт Это наличие различных технических ошибок И, казалось бы, вот тот век, как мы живем, когда у нас вся информация доступна Есть школа Гейша, например, где можно взять информацию Различных технических аспектов сексуальных взаимоотношений Все равно остаются люди, которые кусают мужской фало Задевают его зубами И используют смазку для ручной стимуляции интимных мест мужчины Либо во время занятия любовью принимают положение сутулой собаки И много-много различных технических ошибок Которые могут быть как безобидны, так и принести партнеру вред И очень огромный пласт девушек, женщин до сих пор продолжают вот эти вот технические ошибки совершать Конечно, от этого качество интимных взаимоотношений страдает И, опять же, при отсутствии прошлого пункта, о котором я говорила При отсутствии адекватной обратной связи Люди могут продолжать годами совершать одни и те же технические ошибки И быть в неведении, не получать удовольствие И не додаривать это самое удовольствие Если вы сомневаетесь, все ли правильно вы делаете в интимных отношениях Или неправильно И либо вы хотите нарастить свою экспертность, скажем так, в интимных отношениях То добро пожаловать в нашу онлайн-школу обращения гейши Где как раз о таких эротических хитростях и говорю И, кстати, у нас есть бесплатные уроки по интимным хитростям Чтобы их получить, нажмите сюда Вы попадете на наш официальный сайт Где вам нужно будет ввести свой верный имейл Потому что на него придет доступ в ваш личный кабинет И там вы сможете посмотреть эти самые уроки Но вернемся к нашей теме Следующий очень важный момент, о котором хочу поговорить И который с огромным удовольствием хочу озвучить Я фанат транзактного анализа, который был разработан Эриком Берном Там есть несколько важных моментов, которые я принесла именно на нашу интимную жизнь Эрик Берн рассказывал, что к жизни и к отношению к жизни, к миру Можно подходить из разных позиций Я плюс и мир плюс Что имеется в виду? Со мной все в порядке и с миром все в порядке Это самая классная позиция Бывают позиции наоборот Со мной что-то не в порядке, а с миром в порядке Либо я вообще молодец, а мир какой-то не такой Либо и я не такой, и мир не такой Вот если мы берем и вот эту формулу перекладываем на наши интимные отношения Что мы можем получить? Что мы можем получить? И в данной позиции, когда я плюс и партнер плюс, я отвечаю за собственный оргазм Потому что очень часто я наблюдаю за девушками очень много и вижу, что принимают такую неавторскую позицию жизни и прикладывают ответственность за оргазм именно на своего мужчину Но это не продуктивная позиция Если девушка сама себя не изучила, если она не разобралась, где же у нее точки запуска То как бы она не перекладывала ответственность на своего партнера, оргазм она может так и не достигнуть И поэтому в данной позиции девушка, безусловно, заботится и о своем оргазме, и понимает, как его достигнуть И, соответственно, направляет мужчину Остальные же все позиции, они как раз и будут ошибочные Например, очень часто, особенно после просмотра курсов, девушки придумывают себе следующую формулу Что удовольствие мое не так важно Прежде всего, должно быть хорошо моему партнеру И они изучают триллиарды техник И они делают технику с разворота, технику с разбега Утром, днем, вечером не задумываясь о том, а что ей хочется Не задумываясь о том, а нравится вообще ей происходящее или нет Они спокойно занимаются какими-то видами любви, которые мне нравятся Лишь бы, лишь бы Ванечка, Петенька, Мишенька и так далее никуда не делись И продолжали находиться с дамой своего сердца То есть они совершенно забывают о себе и находятся в позиции минус То есть я минус, а партнер плюс И лишь бы ему было хорошо и все внимание расположено там На самом деле, чем плохая эта позиция и в чем она ошибочна? Получается, нет удовольствия в жизни и рано или поздно девушка возьмет и сорвется на своего мужчину Потому что когда мы постоянно-постоянно принижаем свои желания, это как зажатая кружина То есть я беру, делаю, что мне не нравится, я зажимаю свою кружину Потом еще, что мне что-то не нравится, я еще зажимаю свою кружину И еще, еще и в один момент, когда будет уже накоплено предельное значение Эта пружина возьмет и выпрыгнет, и может получиться какое-то совершенно неожиданное действие Поэтому эта позиция, конечно, несет в себе потенциальный вред и потенциальное разрушение отношений Следующая позиция, когда не наплевать на то, что ты чувствуешь и что тебе важно и что тебе нужно Главное, чтобы удовольствие мне, главное оргазм мне, главное мне, 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 мне В данной позиции совершенно нет партнерских отношений Стивен Кови назвал бы это позицию вин-вин, да, то есть нету выиграл-выиграл Нет заботы об удовольствии совместном, нет нарастания совместной энергии Нет обмена энергии, есть очень эгоистичная позиция и наплевательское отношение к партнеру И по большому счету, как можно догадаться, тоже ничего хорошего из данного взаимодействия не выйдет Потому что партнер, который постоянно недополучает удовольствие, рано или поздно, как я уже говорила, как пружинка Может ответить, либо отвалиться из этих отношений, потому что если там, в принципе, все более-менее в порядке с психикой То такое отношение рано или поздно должно закончиться И последняя позиция, очевидно, это когда мне на себя наплевать и, в принципе, на тебя наплевать Там что-то как-то повозились, 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 что-то там из этого получилось Что получилось, неважно и как бы, вот Сексуальные отношения, они очень важны в нашей жизни Если мы наплевательски относимся, может быть, с ханджетской точки зрения Или прикрываясь моралью, все равно рано или поздно бомбанет хотя бы одного из участников процесса Поэтому важно тоже не впадать вот в эту позицию минус-минус И, как я уже говорила, самая классная позиция – это когда я плюс, мой партнер плюс И мы вместе наращиваем такой огромный плюс в наших отношениях Чтобы в дальнейшем нам всем было приятно Даже если вы обнаружили какие-то ошибки из озвученных, я повторю эту мысль Не пугайтесь, благодаря тому, что вы это обнаружили, вы сможете свое поведение изменить Тем более сейчас, в современный век Очень легко и просто делать это с помощью онлайн-образования и специальных онлайн-курсов И, конечно же, осознаний Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик И прямо сейчас на экране вы видите другие полезные видео с нашего канала Которые вы можете посмотреть прямо сейчас И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok